ребят всем привет рада вас приветствовать на моем канале сейчас быстро иду забирать деток их уже должен был привезти автобус немножечко опоздала я сихок мы сегодня записывали видео с викторией виктория у нее канал называется жизнь с перцем интереснейшая женщина у нее множество историй и я думаю те девочки кто на моем канале именно заинтересованы да тоже встретить своего правильного человека иностранца хотели бы узнать больше историй канал виктории как раз специализируется на том так получилось совершенно случайно что женщины делятся своими историями знакомств жизни с американцем и вот именно на ее канале хотя изначально у нее канал вообще а планировался немножечко в другой тематике но знаете как спрос спрос вывел ее именно неожиданно на эту дорогу и теперь вот она записывает именно видео вот такими девушками как я которые познакомились тем или иным образом с американцами не только с американцами я прошу прощения вообще с иностранцами и живут в разных в разных странах поэтому если кому-то интересно я под этим видео оставлю ссылочку на ее канал смотрите считаю что именно такие вот истории и является самыми поучительными в нашей жизни на моем канале тоже есть плейлист называется он американские истории русских невест я тоже записывала ранее такие видео уже сколько уже наверно больше года назад почему-то сейчас у меня это ушло немножко на другой план сейчас мой канал стал более влоговым так вот пока мы делали видео с викторией я затем просматривала я очень волновалась у нас было был у нас формат стрима то есть живого вот общения мне хотелось поделиться многим рассказать многое где-то я там вот перепрыгивала с одной темы на другую вообще-то я очень сильно волновалась я мне просто видео все таки более я их делаю в записи и я подготавливаюсь да я обдумываю какой бы формат сихок идем то есть какая бы тема я хотела бы сегодня какую тему затронуть чтобы я хотела бы сказать то есть я немножечко как бы подготавливаюсь в этот раз я вышла абсолютно неподготовленная и я как-то не ожидала что будет столько людей и вот я смотрю растет там 10 человек 11 28 100 18 потом там 200 300 400 я начала паниковать я скажу честно я начала паниковать но так или иначе мы и видео записали тоже хочу поблагодарить конечно все равно очень много было женщин с хорошими добрыми комментариями я им очень за это благодарна но конечно попали все равно как говорится кто-то решил поучить ему разуму но по-разному бывает по-разному тоже вот хочу поделиться одна женщина оставила комментарий что у меня бедный ребенок вот тоже начал он работать 14 лет чтобы собрать себе бедному на машину идем сихок вот очень люблю людей которые вот так вот делятся своим мнением не узнав совершенно историю другого человека в данном случае нашу да то есть почему мой ребенок пошел на работу как он долго ждал да какой у него есть план вообще в этой жизни для чего он пошел работать то есть о том что до бедный ребенок вынужден собирать себе на машину то есть явно явно что женщина меня абсолютно не знает и нашу семью это что муж и я мы купим ребенку машину просто он об этом не знает вот уже бегут мои дети младшие рома рома сегодня практика до тренировка по рестлингу так привет как дела в школе прошли привет привет и деревья поцелую подержать рюкзак ой зайка я он уже и сихока тоже держу ты можешь прекрасно и в рюкзаком тоже проверить господи ну давай давай мне сюда же свой рюкзак давай да вот поручила мне катеринка нести свой рюкзак продолжаем продолжаем вот я всегда говорила да что никогда не стоит критиковать поступки другого человека осуждать вот недаром говорят есть такая народная мудрость да перед тем как осуждать поступки другого человека обуйте его обувь и пройдите его путь вот тогда тоже вот человек посмотрел там буквально ну не не знаю да там сколько по времени наше совместное видео психок стоит что-то нюхает нюхает теперь мне никита несет свой рюкзак увидел что катя отдала мне рюкзак и теперь он бежит бежит назад чтобы мне дать рюкзак потому что у него рюкзак тяжелый ну что там у тебя никита ну конечно я же держу катину же давай подержу уже и твой давай ты бутылку сам будешь нести хорошо вот теперь у меня два рюкзака все на одной руке еще и телефон держу вот жизнь блогера и мамы продолжаем продолжаем да в общем сделали да такое вот заключение уже уже ребенка записали в бедные ряды и скажем так бедных детей у которых родители такие бесчеловечные но в общем все такое подобное еще еще да вот я тоже всегда говорила что рома у нас пошел работать я считаю что мальчиков их нужно воспитывать мужчинами их нужно учить не искать оправданий их нужно учить уметь поставить цель и добиваться и если твоя цель да ты хочешь 16 лет иметь машину как у большинства американцев что ты для этого сегодня можешь сделать ждать что тебе родители должны потому что они твои родители потому что они должны потому что кто-то так где-то кому-то когда-то сказал решил что родители должны что ты готов сделать для того чтобы у тебя это было мы тебе готовы помочь то есть мы тебя готовы да там возить скажем на работу забирать ну то есть выполнять ту часть работы которую мы можем сделать для тебя сегодня для того чтобы у тебя в будущем была скажу машина если это является твоей целью и да мы учили конечно рому этому много лет вот он с 8 лет свои деньги которые я давала ему на карманные расходы он 50 процентов как бы складывал 50 процентов он мог позволить себе потратить и вот таким образом все равно у него уже больше двух тысяч долларов на счету теперь он начал работать сейчас конечно эта сумма будет расти у него стремительно потому что у него в месяц уже получается 400 долларов какую-то сумму он будет себе откладывать остальное он будет собирать и к тому моменту когда ему исполнится 16 лет он уже сможет купить себе машину да это не будет новая машина салона конечно это будет скорее всего это будет бушная машина но мы будем смотреть выбирать чтобы и по цене было доступно и чтобы была машина хорошая все-таки учета есть в этом плане знания он поможет он выберет и я говорила на моем канале мои подписчики они знают что мы роме машину купим точно так же как придет время мы купим машину и для катерины и для никиты конечно этот год у нас будет затратным когда им исполнится 16 потому что нужно будет купить сразу две машины но тем не менее то есть рома просто об этом не знает это для него будет сюрприз и затем конечно мы с ним поговорим да что вот эти денежки которые он собирал мы так предполагаем что к этому времени 16 лет у него уже будет на счету примерно 15 тысяч долларов что там это для кого это а это с романого нового банка как раз что-то пришло уведомление наверное о том какой у него счет сейчас здесь есть здесь два имени катя романа и мое потому что он еще несовершеннолетний да и как бы мы открывали имя мы открывали счет необходимо было мое присутствие и соответственно здесь идет сразу и мое имя и романа ой давайте я наверное уберу эти рюкзаки то меня уже устала рука и и тогда быстренько да скажу то что хотела дополнить в этом видео и с вами попрощаюсь давай сихок заходим заходим давай домой катеринка открывай двери зайка я только сейчас увидела наверное когда с вами разговаривала вы наверное это видели раньше я не видела мука мука вот такая хозяйка как раз перед самым выходом делала пельмени делала пельмени и ладно видите хозяйка хозяйка быстренько в общем закончу я тогда сейчас для вас это видео господи там что у меня и на голове не на голове нет только вот на щеке было быстро закончу для вас это видео да я считаю что мальчиков их нужно воспитывать мужчинами и от того получится это у нас сегодня или нет и зависит собственно результат через несколько лет и поэтому даже если мы 14 лет его все равно нужно учить тому как ставить цели как цели добиваться а не рассчитывать на то что кто-то что-то за вас за него да сделает где-то ему поможет где-то его подтолкнет нет только сам только ты можешь себе в этой жизни скажем обеспечить определенный уровень и проложить именно ту дорогу которая поможет тебе в будущем и вот нужно начинать это делать уже сейчас мы так себе да тоже планируем конечно потом с ромой поговорить когда мы подарим ему все-таки машину мы конечно планируем ему сказать о том что теперь ему нужно коты начинают с собаками теперь ему нужно начинать задумываться о своем первом жилье то есть на этот момент напомню да ему будет 16 лет и на его счету уже должно быть примерно 15 тысяч конечно эта сумма может быть немножечко меньше да может быть немножечко больше будем смотреть зависимости от того как он будет работать повысят ему зарплату или нет сколько он будет откладывать да и конечно у нас не будут разговоры о том что ему нужно теперь думать о своем собственном жилье мы просматривали цены какие есть вот у нас на кондо сколько ему нужно будет собрать в общем наверное именно об этом моменте по ценам я расскажу как-нибудь уже в моем другом видео если вам будет это интересно вот видео сегодня я хотела по большому счету записать еще один раз привести вот такой вот пример да как легко осуждать действия поступки других людей совершенно нам незнакомых никогда этого не делайте да хотя бы углубитесь вообще почему в этой семье пришли вот к такому решению да вот почему мы пришли к такому решению перед тем как осуждать это не говорит о том что вы с этим согласны возможно вы думаете совершенно по-другому да что там ребенок 14 лет он работать не должен мы родители мы должны дать ребенку машину мы родители мы должны ребенку купить квартиру мы родители должны нам оплатить ему образование затем мы будем должны делать ему свадьбу покупать подгузники его детям затем и внукам каждый из нас принимает в этой решении в этой жизни решение свое самостоятельно я так не считаю я считаю что мы своих детей должны научить как это все можно сделать самостоятельно они ждать пока вам помогут родители государства друзья знакомые то есть все можно сделать во всяком случае большую часть можно сделать самостоятельно поэтому я всем желаю чтобы ваши дети точно также благодаря вам выросли личностью 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 зрелой самостоятельной вот мочор тоже как говорят в америке чтобы они могли надеяться на себя ставить правильные приоритеты жизни цели и уметь им добиваться всем большое спасибо кто присоединился ко мне в этом видео пока я с вами прощаюсь но и как всегда увидимся с вами моих следующих видео пока пока пока